Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров проверил темпы строительства строящихся школ. Директор подобран, персонал подобран, поэтому мы в сентябре будем ждать детей в этой школе. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проинспектировал ход ремонтных работ на улице Южная в поселке Дрожжино. До конца июня у нас все работы полностью в городском округе будут завершены. Юные инспекторы движения отметили 51 день рождения своей организации. Товарищ судья, команда Вильновской гимназии из четырех человек прибыла. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров проверил темпы строительства школ в Боброво и микрорайоне Купеленко. Наша съемочная группа вместе с ним побывала на объектах. Ход строительства общеобразовательной школы на полторы тысячи мест в поселке Боброво проверил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. На площадке работает более 150 человек, а общеготовные сейчас оставляют почти 80%. Лифты готовы? Лифты готовы, да. Стяжки все готовы. Стяжки? Осталось линолеум положить. В принципе, двери линолеум. В школе рядом учатся более трех тысяч учеников в две смены. После открытия нового образовательного учреждения можно будет полностью отказаться от второй смены. Когда уходит вторая смена, появляется возможность детям ходить на дополнительное образование, на дополнительные занятия, которые в рамках школы проводятся. Разрешение на ввод в эксплуатацию застройщик получит уже в августе. И в течение месяца состоится передача школы в муниципалитет. Директор подобран, персонал подобран, поэтому мы в сентябре будем ждать детей в этой школе. Помимо школы в ЖК «Восточная Бутова», здесь также строится детский сад на 325 мест, который будет готов в четвертом квартале этого года. Проверил глава округа и темпы строительных работ в общеобразовательной школе на 1100 мест в микрорайоне Купиленко. Уже много школ строите в Восточной области и все с опережением, да? Да. Возведение объекта завершено на 55%. Эта школа также позволит разгрузить соседнее общеобразовательное учреждение. Здесь в этой школе будет большой красивый актовый зал по новым стандартам, уже хороший спортивный зал. Очень важно, что здесь также будет IT-класс с хорошей техникой, с хорошим оборудованием, где наши дети смогут уже на совершенно другом уровне осваивать те или иные дисциплины. Окна школы будут выходить на благоустроенную набережную реки Купиленко. Завершение работ планируется летом следующего года. Наталья Вуслаева, Олеся Мардвинова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Политстарт. Такое название носит кадровый проект партии «Единая Россия». Его цель – помочь молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет попробовать себя в роли политика. Глава Ленинского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Катаров провел встречу с теми, кто отважился ступить на путь политической карьеры. Видишь, учишься и очень быстро растешь. Почему? Потому что тот опыт, который так бы ты нарабатывал годами, тут у тебя в сжатом виде происходит за несколько месяцев, и дальше можно из себя уже представлять то, что ты планируешь в будущем. Проект «Политстарт» партии «Единая Россия» существует 6 лет. За это время многие его участники смогли стать народными избранниками в разных представительных органах в регионах Российской Федерации. Молодежь такая подкованная. Выбирали не просто, а бы были молодыми, а еще и с опытом, с неким багажом общественной нагрузки. И вот у нас есть как раз и Никита, он председатель молодежного парламента. До этого возглавлял молодую гвардию. Действительно, большинство участников проекта ведут активную общественную работу. Но в политике – новички. Для меня политическая деятельность – это достаточно далекий такой проект, в котором я никогда не участвовал. И все лекции, которые были в этом проекте, – это вся информация для меня новая. Задача местного руководства партии, а также фракции «Единой России» в Совете депутатов Ленинского городского округа – показать на практике работу представительных органов власти. Обсудим все моменты, которыми сталкиваются председатели Совета депутатов, депутаты. Обсудим, где они проводят свои заседания, как они встречаются, какие вопросы обсуждаются на заседаниях. Это во всем мы будем погружать наших участников. В этом году проект стартовал в марте и продлится до сентября. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проинспектировал ход ремонтных работ на улице Южная в поселке Дрожжино. Местные жители уже не один год просили привести в порядок одну из главных улиц жилого комплекса «Бутово парк-2». И благодаря активному голосованию на портале Добродел ремонт автомобильной дороги идет полным ходом. На дороге заменили бортовой камень, просевшие люки и ливневые решетки. Сейчас рабочая бригада при помощи строительной техники обновляет асфальтобетонное покрытие площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. На данном этапе мы отрезеровали половину дороги. Так как дорогу мы не закрываем, соответственно, мы работу ведем в два этапа. То есть первый этап мы правую сторону по ходу движения делаем. Как мы ее подготовим, уложим на нее асфальт, мы перейдем на левую сторону движения, для того, чтобы жители могли спокойно передвигаться. То есть мы, конечно же, просим прощения за эти неудобства определенные. Владимир Жук в ходе осмотра данного участка отметил, что работы, организованные по всем правилам, не мешают местному населению и не препятствуют проезду транспорта. А завершены будут даже с некоторым опережением графика. До конца июня у нас все работы полностью в городском округе, а это почти 12 километров дорог, будут завершены и приняты в эксплуатацию. Я надеюсь. Потому что, судя по тем темпам, которые сегодня мы увидели, и по качеству, никаких таких опасений за проведение ремонтных работ у нас нет. В начале следующей недели все работы на улице Южная планируют завершить. Также в ближайшее время начнется ремонт дорожного покрытия на Белокаменном шоссе и в деревне Малое Видное. Жители Подмосковья могут отказаться от бумажных платежных документов в пользу электронных. Электронный счет – точная копия бумажного. Он несет тот же объем информации и имеет ту же юридическую силу. По электронной версии платежного документа легко восстановить историю платежей и подтвердить факт оплаты. Независимо от того, какой счет вы получаете, электронный или бумажный, история начисления платежей надежно защищена. Каждый день Мособл ЕИРЦ делает резервное копирование базы данных. Подписку на электронный счет можно оформить в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Мособл ЕИРЦ. Юные инспекторы движения отметили 51-й день рождения своей организации. После торжественной части ребят ждали настоящие экзамены на знания правил дорожного движения и медицины. Как ребята справились с заданием, узнала Инга Янчук. Товарищ судья, команда Вильновской гимназии из четырех человек прибыла. Докладывал командир команды Исенко Николаевич. Раппориста строй. С тройными рядами участники отрядов ЮИД из школы Ленинского округа маршируют к сотруднику Министерства внутренних дел Алексею Букину для отчета о прибытии на торжественное мероприятие. Помимо поздравлений, ребят ждали экзамены на знания ПДД и медицины. Друг друга поддерживайте, друг другу помогайте. Ну, а мы, судьи, я думаю, что доставим вам тоже удовольствие для того, чтобы вы получили хорошие оценки. С восьми лет Ростислав Горяинов постигает правила дорожного движения и изучает основы безопасности жизнедеятельности. Он признается, вступил в отряды ЮИД, так как в будущем планирует водить автомобиль. Ростислав рассказал, что ждет его на первом экзамене по медицине. Если, допустим, сломали руку, мы там подручно должны сделать из косынки, из бинта гид. Очень сильно волнуюсь. Команде Видновской школы на медицинской практике досталось задание под названием «повязка на затылок». Участникам необходимо было озвучить план действий, после чего осуществить перевязку. В конце комиссия задала команде дополнительный вопрос. «А кровотечения какой у нас бывает?» «Артериальная, капиллярная и венозная». Непростым этапом оказалась велотрасса с ограждениями и дорожными знаками, по которой экзаменуемым необходимо было проехать с учетом всех правил, не задев ни одного препятствия. Вера Макеева состоит в отряде ЮИД два года и, тем не менее, волнуется. «Задание было проехать по полосе и не задеть банки. Я жду того, что хотя бы все не провалю, но хотя бы что-то сделаю хорошо». Также каждая команда представила сценки на тему важности правил дорожного движения. «Папа, пристегни ремень, не води со своей земли. Ты же правила учил или все уже забыл». Победителем стала команда из Видновского художественно-технического лицея. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В лесу, который расположен вблизи деревни Григорчикова, состоялись ежегодные соревнования для школьников под названием «Школа безопасности». Ребят учили выживать в диких условиях. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Учащиеся общеобразовательных учреждений Ленинского округа отправились в лес для того, чтобы пройти маршруты выживания. Ребята совместно с преподавателями разбили лагерь на поляне среди деревьев. Все это было организовано в рамках всероссийского соревнования «Школа безопасности». Его проводят с целью отработки теоретических и практических навыков выживания в дикой природе. «Навыки жизнеобеспечения, они и городским жителям пригодятся, потому что дети выходят в лес, они должны знать правила поведения в лесу». Эти соревнования учат не только опыту выживания в лесу, но и командному духу, умению взаимодействовать между собой. Ребят научили оказывать медицинскую помощь, устанавливать палатку, завязывать туристические узлы, ориентироваться по компасу и карте, преодолевать препятствия, готовить еду на костре, при этом соблюдая правила пожарной безопасности. Все это может пригодиться в экстремальной ситуации для того, чтобы быть готовыми помочь себе и окружающим. Полоса препятствий довольно сложная. Прийти сюда – это невероятная возможность. Испытать себя на преодоление таких препятствий мне здесь нравится. Даже я вот упал, искупался, все равно прикольно. Для Константина Бирюкова опыт прохождения полосы препятствий и теоретические знания необходимы для будущей профессии. Мне очень нравится сам лес, в общем. И мне, когда я вырасту, хочу стать альпинистом. Мне это очень помогает, чтобы продвигаться в этом. Состязания проходили под наблюдением опытных специалистов. У нас два медика дежурят здесь в лагере, они на радиостанции. Мы в любой момент можем вызвать и оказать максимальные условия. Мы все подготовленные люди, максимально знаем и допущенные к оказанию первой помощи. Можем оказать любую помощь. Победили в соревновании школы безопасности ребята из Володарской школы. На втором месте команда Видновской гимназии, а на третьем ученики школы номер 7. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова